Электронное табло на секунду потемнело и высветило надпись «Миллионный пассажир». Им оказалась москвичка Валерия Акаемова, прилетавшая в Анапу в очередной раз по делам бизнеса, чтобы сделать небольшой отдых от столичной суеты. Неожиданно, да, на самом деле. Не ожидала, что будет такой сюрприз от авиакомпании. Сюрпризов девушку ожидала немало. Сертификат на посещение вип-зала «Ожидание», где представитель авиакомпании вручил Валерии сертификат на бесплатный перелет «Москва-Анапа, Анапа-Москва». И макет того самого самолета, который будет осуществлять перевозку. Руководство управляющей компании аэропорта преподнесло сладкий сюрприз. Первый раз миллионного показателя аэропорт Анапы достиг 24 декабря прошлого года. В 2015 году нам удалось достигнуть миллионного пассажира, достичь этих рубежей на 3 месяца и 9 дней ранее, чем в прошлом году. Но это огромная работа всех служб, всех подразделений аэропорта, управляющих компаний. То есть мы увеличили не только количество рейсов, новых направлений, что дало увеличение соответственной пассажиропотока. Миллион пассажиров – это не только рубеж для города, не только рубеж для аэропорта, это рубеж для города. Чем больше будет там пассажиров, тем больше будет, естественно, внимания нашему курорту. После чашки горячего чая, когда эмоции немного улеглись, Валерия отметила, насколько с каждым ее визитом меняется Анапа. Здесь чувствуется прогресс. Прямо вот он на глазах. Я думаю, что растет. Люди, море, солнце, вообще все супер. Девушка часто летает в Анапу. Кандидат в мастера спорта по бальным танцам, она привыкла путешествовать налегке, без багажа. Но сегодня повезет в Москву подарки. Думала, что я не такой счастливый человек, чтобы стать именно этим миллионным пассажиром. Когда услышала фамилию, то поняла, что это именно я. Ну, конечно, шок, потому что не ожидаешь. Но приятный шок. В сентябре 2013 года руководство базы Лайера подписало соглашение с администрацией города-курорта Анапа о реализации проекта строительства аэровокзального комплекса. Первых пассажиров новый аэровокзал планируют принять уже в 2016 году. Пропускная способность увеличится почти в три раза. Продолжение следует...